Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшней лекции – политика. Это слово всем известно, его широко употребляют. Оно разносится у нас с экранов телевизора. Радиоприемники гласят в этой самой политике. Люди говорят, я иду в политику, или есть у нас политики. Политика, говорят, грязное дело. Я политикой не занимаюсь, я вне политики и так далее. Чего только мы не знаем, что только не говорят. Это больше всего говорит о безграмотности в этом вопросе. Гегель говорил, что известное еще не есть от того познанное. От того, что люди много раз повторяют слово политика, от этого не продвигается вперед дело понимания того, что это такое. Тем более, это беда всех широко распространенных категорий. И когда их очень давно, еще в детстве слышат, то после этого они уже, люди, не задаются вопросом о том, а что это такое. Поэтому с детскими представлениями доживают до глубоких ксидин. Поэтому задача настоящей лекции разобраться в том, что такое политика, по своему понятию, с чем состоит политика, что это такое, какая бывает политика, кто такие политики, что за такое политические партии, что такое политические органы и так далее и тому подобное. Что такое политика? Политика, говорил Энгельс, это отношение между классами. Отношение между классами. То есть, если мы доводим рассмотрение какого-то вопроса, то отношение между классами, то тогда это уже политическое рассмотрение. А если мы говорим Иванов, там сказал Петров, Петров потребовалась Сидорова, то тут никакой политики еще нет. Ну вот более полное и более точное определение политики таково. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому тот человек, который нам говорит, я иду в политику. Так ты куда идешь в политику? На какой край? На какую сторону? Ты уже хочешь приобщиться к тем, кто уже власть завоевал и получить какие-то блага, заняв какие-то теплые места, в правящем классе или в числе слуг, высокопоставленных слуг правящего класса. Или ты идешь в политику, поскольку понял тяжелое положение угнетенного, эксплуатируемого класса и решил, что надо ему помочь и что именно вашей активности не хватает для того, чтобы дело пошло вперед. Есть такие люди, которые понимают свою силу и свои возможности, они приходят и действительно дело может ускориться. И улучшиться. Дело какое? Дело классовой борьбы. Сколько тогда существует политик в современном обществе? Современное общество – это какое общество? С одной стороны, это буржуазное общество, это основная масса стран, которые у нас есть на земном шаре, и это общество социалистическое. Социалистическое имеется в виду государство. Мы с вами уже говорили о том, что государство является социалистическим, если оно является государством диктатуру пролетариата, если социалистическая революция совершилась, а вот социализм в стране, только тогда есть, когда уже не только государство социалистическое, а общество все социалистическое. А чтобы общество было социалистическим, надо, чтобы экономика была социалистической, надо, чтобы существовала безраздельная, единственная форма собственности, это общественная собственность на средства производства. Вот если это есть, тогда это страна, построившая социализм. На сегодняшний день этому требованию отсутствие частной собственности и безраздельному господству общественной собственности отвечает только Корейская Народная Демократическая Республика. Есть страны, которые строят социализм, это Китай, Вьетнам, Куба, Лаос. Остальные страны уже некоторые побывали в другом обществе, такие как Россия, Чехловакия, Венгрия, Болгария и так далее. А в этих странах состоялась контрреволюция, и они из социалистических стран превратились в страны куржуазные. Для нас это важно, с какой точки зрения в рамках этой темы, что вот в социалистических странах проводится какая политика, какого класса? Социалистические страны – это страны, в которых господствует рабочий класс. Диктатура пролетариата. А раз диктатура пролетариата, значит, господствующая политика – это политика рабочего класса. Это что, значит, господствующая? Это вы думаете, что классовая борьба завершилась? Нет. Классовая борьба завершится тогда, когда вообще не будет классов. Когда деление на классы будет преодолено. И даже в Советском Союзе, когда был полностью построен социализм, оставались различия между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. А, следовательно, раз оставались различия в экономическом положении, оставались различия и в экономических интересах. А если оставались различия в экономических интересах, то, следовательно, были интересы, которые не совпадали с интересами рабочего класса. Это могут быть или интересы других слоев и классов, там, колхозного крестьянства и интеллигенции. Или отдельные интересы отдельных групп или отдельных граждан. Например, каждый член социалистического общества был заинтересован прямо в противоположных действиях. С одной стороны, увеличивать общественное богатство, с другой стороны, получить большую долю меньшего пирога. Поэтому это два противоположных интереса, которые есть у каждого социалистического трудящихся. А в чём состояла тогда классовая борьба в условиях социализма? Она состояла в том, чтобы подчинить все интересы интересам самого передового рабочего класса, в том числе и интересы отдельных горсток и групп рабочих, про которые Ленин говорил, которые хранят капиталистические замашки и пытаются дать обществу поменьше и похуже, а взять от общества хотят побольше и получше. Так что вопрос о классовой борьбе – это вопрос о уничтожении классов. И пока есть классовая борьба, есть и политика. И никогда политика одной не бывает. Если политика в условиях социализма господствующая – это политика в интересах рабочего класса, то всё, что противоречит этой политике – это буржуазная политика. Хотя бы её проводили люди с партийными билетами. Ну а если наоборот, руководство партии начинает проводить буржуазную политику, отказывается от диктатуры пролетариата, отказывается от цели социалистического производства, переписывает программу в буржуазном духе, то вся политика становится буржуазной и происходит контрреволюция, и страна погружается снова в тот капиталистический строй, из которого она вышла. То есть в обществе, в котором есть классы, постоянно идёт классовая борьба, и от неё одеться никуда невозможно. То есть классовая борьба идёт независимо от того, занимаетесь вы политикой, не занимаетесь вы политикой, нравится вам политика, не нравится вам политика. Классовая борьба идёт, а политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Если вы никакой позиции в этой классовой борьбе не занимаете, то, как говорили Ленин, в острое время и забьёт, и убьют, если ты не встал на ту или иную сторону. Потому что на любой стороне можно удержаться. А если ты просто болтаешься между двумя сторонами, или ты бегаешь по баррикаде, через которую стреляют, то самая плохая тропинка, которую можно выбрать, это ходьба по баррикаде. Поэтому, как говорил Ленин, надо встать либо на одну сторону, либо на другую. Иначе тебя и забьют, и убьют. И не удивляйтесь, что тот человек, который хотел быть вне политики, или сторонился политики, он на самом деле проводит политику худшего толка. А какую? Ну, политику равнодушных. А что такое равнодушные? Идет классовая борьба. Значит, если это диктатура пролетариата, то равнодушные не враги диктатуре пролетариата. Они как бы пассивно ей помогают. Они соглашаются с тем, что говорят представители правящей партии, что говорят представители государства рабочего класса. Таких людей может быть много. И складывается такое впечатление, что у нас полное единство народа, идейное и политическое, и идеологическое. Хотя, вполне возможно, что интересы рабочего класса не познаны. Приоритеты этих интересов не познаны. Необходимость классовой борьбы за осуществление интересов рабочего класса и полное уничтожение классов неосознанно. Поэтому такая иллюзия, что все прямо у нас такие социалистические, это иллюзия. Потому что есть довольно малое количество людей, которые сознательно ведут пролетарскую политику, сознательно борются за интересы рабочего класса. Очень много людей, как карьеристы, вошли в коммунистическую партию. Очень много людей говорит социалистические слова. Очень много людей поет славу руководителям партии, государству и так далее. Ничего в этом социалистического нет. И в этом не состоит борьба за интересы рабочего класса. И наоборот. Если имеются противоположные действия, независимо от того, какие идеи закладывал человек, который с этими действиями выступает, что он имел в виду, что он предполагал, как он полагал, все определяется по факту, он противодействовал интересам рабочего класса или не противодействовал. Противодействие интересам рабочего класса и противоположность это действие в интересах буржуазии. Поэтому кто-то думает, что классовая борьба прекратилась, а вот у нас, наверное, большинство так и думало, когда был построен социализм. Тот забыл то, о чем многократно писал Ленин, что пока есть классы, остается и классовая борьба. А раз остается классовая борьба, остается и политика. А политики в обществе, в котором имеются различные классы, могут быть только две. Если это социалистическое общество, это в интересах рабочего класса или против этих интересов. А если это буржуазное общество, то тут мы даже наблюдаем три группы классов или три класса, которые образуют большие социальные группы. Это, во-первых, буржуазия, господствующий класс. Это мелкая буржуазия, которая некоторые неправильно понимает, как маленьких буржуев. Нет. Маленький буржуев – это маленький капиталист. У него небольшая прибавочная стоимость. И он нанимает работников и живет чужим трудом, получая прибавочную стоимость. А мелкий буржуа – это не эксплуататор. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. У него есть средства производства, такие небольшого характера, небольшой мощности, с помощью которых он своим трудом создает какие-то продукты и выносит на рынок. Ну а что такое рынок? На рынке господствует конкуренция, на рынке есть люди, которые управляют течением дел на рынке. Поэтому получится, что он, скажем, 8 часов затратил, а выручил за свой продукт 6 часов, а то и 5, а то и 4, а то и 3, а то и 2. То есть в капиталистическом обществе этот мелкий бизнес, про который говорят, вот, надо его поддерживать. Ну как его поддерживает правящий класс? Как вот поддерживает утопленников? Он, так сказать, берет его за волосы, так поддерживает, поддерживает, опять под воду. Поддерживает, поддерживает, опять под воду. Вы разве не наблюдаете, как поддерживает у нас мелкий бизнес? Мелкий бизнес, эти вот мелкие буржуа, они никакой перспективы не образуют. А почему они вообще есть в государственном монополистическом капитализме? Как почему? Потому что монополисты теперь захватили господствующее положение в соответствующих отраслях. Никакой конкурентной борьбы там нет. Там есть крупнейшие компании, которые все определяют. И цены, и масштабы рынка, и вид продукта и так далее. Они так взернули цены. Но если я монополист, вы пойдете искать другие продукты, чтобы купить у других? А их нет у других, я их уже передушил. Поэтому куда бы вы ни пошли, введи те цены, которые я установил, если я монополист. Вот в этих условиях цены повышаются до такой степени, что даже в условиях монополистического капитализма можно производить своим трудом и существовать мелким буржуа. То есть, с одной стороны, капитализм душил мелких буржуа, превращал в пролетариев. Вот мелкая буржуазия разлагалась на пролетариат и частично там отдельные элементы шли в буржуазный класс. Но когда появился монополистический капитализм, снова оттаскивать вот этот слой мелких буржуа, как грибы после дождя он вырос. Потому что при таких ценах, какие установили капиталисты, при таких бешеных ценах и при таких низких затратах, какие у них есть, можно осуществлять полуручным трудом какое-то производство и при этом иметь доход. Ну и, наконец, рабочий класс. Это люди, которые продают свою рабочую силу. Это люди, которые продажей своей рабочей силы живут. И это люди, которые ведут или имеют свои классовые интересы, смысл которых состоит в том, что если это брать текущие интересы, они состоят в том, чтобы увеличить свою долю в созданной стоимости. Кто создает всю стоимость, которая есть в стоимости товаров? Рабочий класс. Значит, они получают только часть стоимости. Это стоимость необходимого продукта. В соответствии с тем, сколько, какова стоимость рабочей силы в условиях данной страны или, скажем, мира. А все остальное – это прибавочная стоимость. Это та стоимость, которая создана рабочими и присвоена капиталистами. Вот поэтому рабочий класс в условиях капитализма заинтересован в том, чтобы его доля созданной им стоимости была больше, а доля капиталиста меньше. А еще больше он заинтересован, и в этом его коренной интерес, чтобы убрать этого человека, который стоит и присваивает результаты его труда. Убрать тот класс из экономики, из политики, и стать классом правящим, чтобы все, что создавалось людьми труда, этим людям бы и принадлежало. И тогда бы рабочий класс мог часть, как правящий класс продукции, распределять по потребности, как у нас и было при социализме в Советском Союзе. Жилье – бесплатно, медицина – бесплатно, образование – бесплатно. И другую часть в целях симулирования расширения производства и поддержания производства, распределения по труду, когда получает больше тот, кто больше трудится. А мы же с вами сейчас живем в обществе, в котором получает больше тот, кто не трудится или меньше трудится. И наоборот, меньше получает тот, кто больше трудится. Но аж если о доле говорить, самую маленькую долю получает тот, кто как раз все создал. Создатели материальных влаг получают меньшую долю богатства, а большую долю богатства получают их эксплуататоры. Соответственно, в буржуазном обществе, в котором мы с вами живем в России сейчас, сколько классов – три, буржуазия, рабочий класс и мелкая буржуазия. А сколько политик? А политик – две. Почему? Да потому что мелкая буржуазия стоит в раскорячку. Она, как трудящаяся, заинтересована в том, чтобы поддерживать рабочий класс в его борьбе. А как собственник, она же мелкий частный собственник, она же создает стоимость, она еще мечтает, что она разбогатеет, уже сколько их разорилось, и каждый раз сначала их приподнимают, потом топят. Сколько раз их уничтожают, ларьки их разрушают, выгоняют их с насиженных мест и так далее. Она все еще надеется, что она вырастет и станет настоящим буржуа. Это осветит очень немногим. Тем не менее, мечты о том, чтобы стать настоящим хозяином и зажить хорошо, то есть зажить так, чтобы ты стал уже капиталистом и стал бы сам эксплуатировать рабочих. Эти мечты у мелкой буржуазии есть. Поэтому она стоит в раскорячку. Она и в том, чтобы перейти к социализму, заинтересована. Там всем трудящимся будет хорошо. А она трудящаяся. Или остаться здесь, потому что авось, она как-нибудь выберется наверх. Как большинство считает, из тех, кто говорит «я», решил начать свое дело. Ну, а если ты занимался чем-то, это не твое было дело, что ли, дядина? Что значит свое дело? То есть ты решился пуститься в рыночное плавание на утлом суденышке. Кругом ходят крейсеры, огромные многопалубные корабли. И тут ты со своей лодочкой, или хуже, с плотиком. На брёнышке там кое-как сбиты. И вот ты, у тебя такое весло двустороннее. И туда-сюда ты идешь и говоришь, ну, когда же мы заживем наконец? И сейчас первое же бурное, так сказать, наступление стихии. И перевернулся, так сказать, плотик не перевернется, а человека сдует, смоет волной и до свидания. И мы видим, сколько уже смыто этой самой рыночной волной. И все мечтают мелкобуржуазии. Поэтому рабочий класс в своей политике, то есть в своей борьбе классовой за уничтожение капитализма и за построение социализма и полного коммунизма, он привлекает к себе мелкобуржуазию, и разъясняет ей, что ваше дело вот таково, что либо здесь вы пропадёте, боритесь вместе с рабочим классом, будете нормально жить, как люди. Буржуазии же рассказывают сказки, как можно быть хорошим мальчиком и вдруг купить какие-то две штучки, продать их дороже и, так сказать, разбогатеть, и стать руководителем громадной фирмы, иметь много автомобилей, домов, яхт, пароходов. Вот как у нас некоторые так и разбогатели после социализма. Награбив, так сказать, народное добро, на самом деле. Мы знаем. Что Рома Абрамовича, это все недры, которые он захватил, и предприятия сам построил, что ли? Как тяжело этому бедному мальчику, Роме, было. Представляете, такие гиганты строить. Как тяжело. Но он смог. Ну, вот некоторые мечтают также кого-то ободрать, ограбить, сесть и после этого, так сказать, чувствовать себя хорошо. Хотя и буржуазии в лице своих правящих кругов признают, что это был грабеж. Поэтому говорят об амнистии капиталов. Амнистия это кому делается? Только тем, кто совершил преступление. Но амнистия, я вам разъясняю, как профессор по кафедре экономики и права, и это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, ты жулик, сукин сын, есть жулик и сукин сын, но мы тебя не наказываем. Почему мы не наказываем? А потому что мы и есть тот класс, который и сидит как раз в управлении. Мы и есть ваши люди. Это все мы одна кровь. Мы вместе боремся за то, чтобы эксплуатировать рабочих. Вот и все. Поэтому не три политики в буржуазном обществе, а две. А в социалистическом обществе тоже не три, а две. Какие? Либо в интересах рабочего класса, ну а всякие грубкие отдельные элементы, которые выступают против интересов рабочего класса, они не вне политики. Они на самом деле пытаются вести политику против интересов рабочего класса. Буржуазное. Потому что не может быть такого, чтобы были два противоположных класса, и кто не за один класс, тот обязательно за другой. Не может быть такого, чтобы ни за какой. Вот в книге «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, есть такой эпизод, когда один из похожих на нынешних левых пробивается, говорит, пути меня. Ну вот в какое-то там помещение, которое этот солдат с винтовкой и шинелью охраняет. Он говорит, не пущу. А я вот революционер, я за вас боролся, мы делали революцию. Этот часовой говорит, кто не за один класс, тот за другой, не пущу. И вот тут опять начинает рассказывать, что я же вот революционер, я за вас вот бился, мы делаем революцию. У этого самого крестьянина уже подкатится со лба. Он держит крепко винтовку и говорит, не пущу. Потому что тот, кто не за один класс, тот за другой. Вот он усвоил главное. Тот, кто не за один класс, тот за другой. Не важно при каком строе, если это капитализм, то при капитализме. Если при социализме, если ты не за рабочий класс, то ты за другой. Не надо говорить, что у меня просто мысли есть другие, у меня просто предложения есть другие. Если эти предложения направлены против интересов рабочего класса, они направлены на уничтожение социализма в твоей стране, на возрождение, снова, реставрацию капитализма, что и произошло у нас в Советском Союзе. Поэтому, скажем, вот те люди, которые эту лекцию слушают, эти знания, они не только на это время, но и на то время, когда будет вот везде социализм построен. Или, скажем, если бы эту лекцию я читал для корейских товарищей, я бы им вот это объяснил. Возможно, её и переведут. А если бы для китайских товарищей, то они и сами понимают, что если не будет диктатура пролетариата, всё пропадёт. Поэтому, когда ему уговаривали, когда некто Джао Цзэян, генеральная секретарь, вышел на площадь Цяньэльмэнь к студентам, которые воевали против той власти, которая есть в КНР, а там диктатура пролетариата. И сказал, что мы сделаем то же, что сделал Горбачёв. Дэн Сиопин собрал политбюро в своём дворце. И решением политбюро Джао Цзэян был отстранён от поста. Тут же генерального секретаря. Его заключили не в тюрьму, а в хороший дворец в Пекине. И там обеспечили во все условия для жизни. Но без выхода из этого дворца. И через 15 лет он в своей смерти умер. На этом выступление в поддержку перестройки и завершились. Но перед этим, правда, ещё был один генеральный секретарь. Его тоже сняли, и также решением политбюро. И он тоже хотел учинить нечто вроде перестройки. И когда узнали, что так относится к Сталину, который был верным продолжателем дела Ленина, и когда вот эта вакханалия началась в Советском Союзе, там же товарищи поняли, что идёт контрреволюция. А наши товарищи доказывали, что идёт революция. Помните, как Горбачёв говорил, перестройка – это революция. Кто такой Горбачёв? Это предатель рабочего класса, предатель дела социализма. Он враг рабочему классу. И друг кому? Ну, страны, буржуазии, в том числе мировой. Ну, как вы думаете, где он отпраздновал своё 80-летие? Ну, вот вы, человек, русский, советский. Ну, пусть не русский, украинский, советский, там, грузин, черкес и так далее. Где вы будете праздновать свой день рождения? Наверное, на родине. Нет, вот товарищ отмечал там. Потому что здесь на родине его ненавидели этого Горбачёва. И, так сказать, некоторые думают, как бы он скорее помер, а другие думают о том, что как бы он сам-то не помер, потому что лучше бы его судить и расстрелять. А вдруг он сам помрёт, и это будет беда. Вот такая картина. Значит, существуют две политики. И некоторые говорят, люди, я вне политики. Это что значит? Это значит, что вот идёт течение реки, а ты щепка. Вот, и тут есть там, как сказать, бурлит вода и так далее. А кто вне политики? Это щепка, которая отбрасывает в сторону. И она всё равно перебивается туда и плывёт, куда идёт общий поток. Причём вместе с грязью, с мусором и со всем прочим. Вот этот весь мусор политический, это так называемые люди, которые вне политики, они на самом деле поддерживают всегда. Какой класс? Ну, господствующий, кто поток поддерживает. Поэтому, скажем, и при социализме такого лозунга не было. Кто не с нами, тот против нас. Лозунг другой. Кто не против нас, тот с нами. Но диктатура, бультерято, если установлена. Зачем мы будем воевать против трудящихся, которые не разобрались, не поняли. У них мысли другие, о них позиции другие. Они не воюют против советской власти. Но они что-то делают, они создают материальные блага, они строятся, помогают улучшать нашу жизнь. Поэтому, кто не против нас, тот с нами. Ну, а если мы живём сейчас в буржуазном обществе, кто не против него, тот с ними. То есть, с кем? Вот с этими капиталистами, с этими жуликами, которые превратились в капиталистов, которые не сделают ничего в развитии производства, а разрушая наше производство. Вы же, наверное, знаете, что в 90-х годах экономика упала вдвое. И вот, скажем, та задача, которая была поставлена Путином, удвоить ВВП, означало довести вот это уровень, который был до 90-х годов. Но так вот полностью так и не возродили, потому что если возьмёте сынкостроение или какие-то сложные отрасли, там это дело плохо. Если мы только не берём военное производство, там хоть ума, наверное, хватило гражданам понять, что если вы ещё разрушите военное производство, завтра сюда вступит американский сапог, и не будет не просто социализма, России не будет. Уже всё было приготовлено, чтобы её разделить на кусочки. Сначала разбить Советский Союз, а для этого устроить какого рода референдумы, так называемые выступления за суверенитет. За суверенитет России. Когда проголосовал Верховный Совет России? 12 июня 1990 года. Представляете, Россия стала суверенным государством. На её территории не действуют законы Советского Союза. Есть Советский Союз после 12 июня 1990 года? Нет. Поэтому те, кто это учинили, это уничтожение Советского Союза, праздновали 12 июня как День Свободной России. Я всегда спрашивал, от кого свободны? От Советского Союза? Да. Вот от чего свободны голосовавшие. Ну, потом как-то это стало стыдно. Так как-то сделали выходной, никак не могут объяснить, что празднули-то. За что выступаете? Меня как-то однажды, товарищ, так сказать, я был на даче и встретил там гастарбайтера, узбек. Он говорит, Михаил Васильевич, поздравляю вас с днём, с праздником. Это было 12 июня. Я говорю, с каким праздником? Освобождение от Узбекистана? Ну, какой праздник? Кто? Вот они, значит, сейчас приезжают, помогают нам убирать, ремонтировать, строить и так далее. Их больше приезжает товарищ из Узбекистана, из Кыргызстана, из Киргизии, чем это было в период Советского Союза. Только раньше они приезжали на экскурсию как полноправные трудящиеся, а здесь, так сказать, для них всякие разные приготовленные грязные работы, которые, так сказать, кстати, они выполняют хорошо. Надо сказать. Хорошо. Вот, значит, надо засунуть поэтому такую простую мысль. Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. Но политики, это люди, которые ведут классную борьбу, они считают все силы, какие есть. И нейтральных либо привлекают на свою сторону, либо уничтожают. Уничтожают политически, то есть могут их подавлять. Если надо, то и военным путем. Все знаете, что для того, чтобы классная борьба велась в условиях мирного времени, что нужно иметь? Нужно иметь, во-первых, армию. Почему? А вдруг что? Армия ведь не только может решить задачи борьбы с внешним нашествием и с какими-то внешними угрозами, раз и ввели военное положение, раз и ввели танки. Не было такого в нашей стране. Было. Но это как бы чрезвычайные случаи. Просто армия, если нет армии, то это государство, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции, оно не государство. Если у него нет, никакой армии, никто его слушать не будет. И никакие законы выполнять не будет. То есть, поэтому государство это орудие силы. Вот первым орудием силы является армия. Но это и есть еще внутренние войска. Они очень хорошо вооружены. Внутренние войска это против кого они воюют? Вот я как-то шел по набережной Невы около там памятник Ленину. Я от Невы шел мимо памятника Ленину и там как раз митинг. И вот какие-то старушки там митинговали по поводу того, чтобы им повысили пенсию. Там рядом с этими старушками находился добродушный то ли полицейский, то ли милиционер, я еще не помню, было ли уже переименование милиции в полицию. Потому что милиция вообще-то это вооруженный народ, а полиция это орган защиты интересов правящего класса. Ну, тем не менее, вот там товарищ, у него, конечно, был там пистолет в кобуре, но он не только его не вынимал, а вообще он демонстрировал всякое расположение и уважение к этим самым пожилым людям, которые действительно обездольные выступают, говорят, а никто их не слушает, никто туда не вышел, никто с ними не поговорил, а вы хотите, вот вам политика, обращайтесь в воздух, хотите к Господу Богу, к Ленину, который уже умер, вот они к памятнику подошли, а больше к ним никто из начальства не пришел, никакого, ни городского, ни российского и так далее. но зато право у них есть, вы каждый имеет право, говорит все, что угодно, буржуазный, можете говорить, все равно никто не слушает, вот в чем суть буржуазной политики, а у буржуазии есть средства массовой информации, у нее есть телевидение, у нее есть радио, у нее есть печать, у нее есть издательство, у нее есть журналы, у нее есть газеты, и она, так сказать, во всех этих органах проводит, какую политику? Свою, ну а вы бы были, если у власти, вы бы еще какую политику проводили, то вы проводили политику того класса, который вы представляете, так что ничего такого удивительного, непонятного нет, естественно, что буржуазия проводит политику в интересах буржуазия, ну вот вам, пример, пенсионная реформа, вас удивляет, что буржуазия заставила людей больше работать, меньше получать? Никого это не волнует, всем понятно, а почему меньше получать? А потому что одновременно из пенсионной реформы увеличили налог на добавленную стоимость, вы когда из магазина выходите, вы чек-то берите и читаете, там раньше вы могли прочитать, или 10% налог на добавленную стоимость, то есть десятую часть у вас денег просто забрали, вы купили там какую-то шоколадку или пирожок, 10% его цены у вас забрали, или 18% было, по-разному, на одни 10, на другие 18, а вот тогда, когда проводили пенсионную реформу, заодно под этот шумок, потому что шум был большой, провели еще постановление о том, что налог на добавленную стоимость будет 20%, вот вы, если вы купили что-то на 1000 рублей, 200 рублей с вас забрали, на 100 рублей, 20 рублей с вас забрали, тоже берут, с каждой штуки, с каждой штуки, крохоборческой, которые вы только получили, с любого товара, с вас берут цены 20%, что это такое, ну, как что, это нормально, с точки зрения господствующего класса, не для того они сидят и далеко глядят, не для того у них дума, чтобы не думать, как еще, что забрать у людей, потому что, ну, вы, наверное, понимаете, что в думе зарплаты не такие, как у вас на заводе, или, как, скажем, у кого-то там в УЗИ, или у кого-то, в какой-то конторе, или у программистов, там зарплата под 400 тысяч, и там отдельный закон, есть для госслужащих отдельный закон о пенсии, закон о пенсии госслужащим, если человек 10 лет госслужащим пробыл, 75% от дохода по занимаемой должности, если человек получал 400 тысяч, у вас, если есть бабушка, работала она в думе, у вас бабушка не Матвеенко, вот, если эта бабушка работала в думе, или в Совете Федерации, и получала, я думаю, что Матвеенко больше получает, ну, к примеру, 400 тысяч, рядовой депутат в Думу получает, ну, а 75% от 400, можете посчитать, 75% это 100, минус 25%, 25% это четвертая часть, минус четвертую часть, будете 300 тысяч получать, старушка будет ходить, бедная, несчастная, каждый день, у нее 300, каждый месяц у нее 300 тысяч будет получка пенсии, неплохо она будет жить, она будет в 10 раз получать, чем примерно средняя зарплата у нас в стране, в 10 раз будет больше эта пенсионерка получать, поэтому нету тут несправедливости, не равенства, а кто думает, что при социализме, если тоже ошибается, Ленин писал в книге «Государство и революции» справедливости и равенства, первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливое, то есть мы сделали там то, что можно сделать для равенства, для справедливости, есть общественные фонды, ну, если у вас бесплатная медицина, то вам бесплатно рвут зубы, но вы же не пойдете 10 зубов рвать из-за того, что это бесплатно, не пойдете и так далее, образование, ну, вы учитесь, но вы же не будете в двойном размере учиться, или в тройном, или в четверном, не наберешь, то есть все, что можно ни нахапать, ни нахватать, это уже можно давать и бесплатно, а остальное приходится раздавать по труду, и по труду несправедливо, говорит Ленин, то, что один здоров, другой болен, у одного мало детей, у другого много детей распределяют по труду, значит, одни дети меньше получают, а другие дети больше получают, потому что у них папа не столько, папа столько же зарабатывает, как вот этот папа, но семья большая, поэтому справедливости и равенства первой фазы коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство справедливо, и всегда, когда люди, которые определяют политику, делают некую остановку, говорят, все, у нас, мы уже развили все, развито социализм, это что такое? Это значит, что писать надо так, разве то социализм, то есть тот социализм, который не идет к полному коммунизму, тот социализм, который не наполнен классовой борьбой за полное уничтожение классов, за преодоление различий между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда, и этот социализм обречен на поражение, он возвращается вспять, идет вспять, и происходит реставрация капитализма. Тот, кто не понял из лекций, в чем преимущество социализма, он их теперь изучает на практике. Вот такая картина. Сейчас очень хорошо видно это неравенство, например, ну вот мы люди умственного труда, нас перевели на удаленную, так сказать, работу, вот я читаю лекцию, и отчитываюсь о своих лекциях, вот, о том, что я читаю лекции по скайпу. А вот рядом у нас есть небольшой садик, рядом с тем местом, где я живу, а рядом с этим садиком, именно рядом с садиком, строится огромный двадцатиэтажный дом, потому что, если садик мы его строим, это будет гораздо дороже. Там супер дорогие квартиры будут, легенда называется, и там вовсю идет работа, никаких там удаленок, в касках, люди, так сказать, в робах рабочих, работают, и в празднике работали, и работают, и работают, но самые изолированные, там два человека, я вот видел, там, посмотришь на их, ну, супер изолированные, это вот два машиниста башенных кранов, они стоят там в кабинах, и точно, вот если вы хотите посмотреть, кто у нас лучше всего изолированный, вот эти два машиниста, ну, и то они, когда подходят, но им надо раньше приходить, наверное, на стройку, чтобы еще никто не пришел, чтобы ни с кем не встречаться, залезть туда, и когда другие будут говорить, они могут смахать, мы полностью, так сказать, а коронавирус туда не долетит, до такой высоты, то есть можно сказать, что о них позаботились хозяева капиталисты, кто останавливает это строительство, в чем там непрерывность, ни в чем, этот дом самый дорогой для самых богатых, как вы думаете, у нас самые богатые сейчас в шалашах живут, им нужно срочно построить этот дом, то заморозили, это заморозили, а вот это нужно срочно построить, нет, поэтому, когда буржуазия решает вопрос, что остановить, а что продолжить, ну вот там, где идет присвоение прибавочной стоимости, полным ходом идет производство, мы это наблюдаем, что происходит, при этом буржуазия не забывает еще платить поменьше, вот картина, которую мы наблюдаем, сейчас коронавирус по всему миру, поэтому у нас такой взгляд широкий, планетарный, вот мы смотрим на то, что происходит у нас в стране и в других странах, сплошь и рядом рабочим задерживают зарплату, что значит задерживать зарплату, вот если я ваш капиталист, я вам задержал зарплату, это значит, я у вас получил долг, долг деньги, правильно, я же вам должен, я не отказался же от этого, да, я потом вам отдам, то есть, есть такие люди, которые идут, когда вам нужно получить деньги, они идут в банк и просят суду, им говорят, ну под 7% мы вам дадим, под 7%, и тогда они получают это суду и потом дополнительно, но вот есть другие люди, которые никуда не просят, никуда не ходят, это капиталисты, они у своих рабочих забирают деньги и никаких процентов, так сказать, какие проценты, к тому времени, когда нужно будет отдавать, инфляцию уже порядком съест, эту сумму, и тогда вот эту уменьшенную сумму, уменьшенную, в смысле натурального выражения, рабочие получат, то есть, у них, так сказать, никто их не спрашивает, из кармана забирает их деньги, и утверждает при этом, что он вам потом отдаст, и так далее. И вот сейчас мы знаем, были события в Луганской народной республике, на шахте Никанорнове, шахтеры остановили работу, приостановили работу до выплаты зарплаты и не вышли из-за боя. Приехал председатель Совета Министров, Козлов Сергей, и долго им доказывал, что у них вот реструктуризация, мы вам вот сегодня выплатим что-то, завтра выплатим что-то. Но главное, чтобы было видно, о чём он всё время говорил, и видно было, с каким заданием он приехал, и какую политику проводит, во что бы то ни стало, эту реструктуризацию провести. Вы знаете, что такое реструктуризация долгов? Если я вам должен полтора миллиона, после реструктуризации я вам полмиллиона должен, а остальное миллион затёрли куда-то, как-то там чего-то, и всё. Вот что такое реструктуризация. Кто это не знает, не понимает, наберите, наверное, в интернете, узнаете, что такое реструктуризация долгов. Я же не буду вам говорить, я не буду вам отдавать, а вы возьмёте кирпич, у меня по голове. Зачем? Ваш долг я реструктуризирую. Ах, реструктуризируйте, это может он больше станет? Реструктуризирует, структура какая-то будет. Вам структура нужна ли деньги? Но вы думаете? Короче говоря, им в чрезвычайном порядке выплатили за четыре месяца долг у них 20 месяцев, то есть долги эти самые шахтёры, добрые люди, они подарили всё остальное, а то пятую часть, так, у них за четыре месяца, пятую часть они получили в результате того, что они рисковали жизнью, остались вообще забой. Там больше шести часов нельзя находиться, а они там пробыли шесть дней, круглосуточно, шесть суток. Так вот, и они надеялись, что их товарищи поддержат в других местах и весят. Можно подумать, что у других товарищей таких проблем нет. Вы, товарищи, поддержали их не тем, чтобы вы им сказали спасибо, сказать, держитесь, ребята, мы с вами. Вы бы взяли и приостановили, в соответствии со 142-й статьёй трудового кодекса, работу, уведомленную в администрации, что приостанавливаете до выплаты зарплаты. И показали бы, как получать зарплату, и что не надо работать на эксплуататоров сверх той меры эксплуатации, которая установлена буржуазным государством. А вы сверх меры работаете. Вы, можно сказать, стахановцы капиталистического труда. Вам не платят, а вы работаете. Ну, замечательные вы работники для буржуазии, замечательные. Давайте, продолжайте. Потому что буржуазии, когда ей деньги нужно получить, она не пойдёт в банк. Зачем в банк идти? Она просто не будет выплачивать зарплату и получает миллионы для того, чтобы решать какие-то свои финансовые проблемы. Причём эти миллионы уменьшаются, это по отрицательной ставке. Вот она получает. То есть вы участвуете в бизнесе этих самых капиталистов, участвуйте в бизнесе в качестве вкладчика в этот самый бизнес. А результаты этого бизнеса получает капиталист. А вы получаете что? А получаете вы то, что если чем больше вы работаете, тем больше вас увольняют. Вы же знаете, что если было трое рабочих, и двое стало работать из троих не по 8 часов, а по 12, значит, у них сверхурочные по 4 часа. Значит, всего набрали они ещё на 8 часов. И вот этого третьего, который не выходил сверхурочный, уволили. И красота теперь двое работает по 12 часов. Это получается 24. То есть, делится на 3 хорошо. Это как бы вы трое по 8 часов, но вас осталось двое. А кто уволил? Да вы и уволили. То есть, помогли прежде всего уволить. Вот это вот политика. Поэтому, если вы думаете, что можно жить, не занимаясь политикой, политика нас окружает всё время. Всё, что вы делаете, нужно мерить. Вы в интересах какого класса шагнули, в интересах какого класса вы это осуществили, в интересах какого класса вот это вот происходит. Потому что тот, кто не занимается политикой, чем занимается политика. Политика, которая проводится независимо от того, объявили вы о том, что вы занимаетесь, не объявили вы о том, что вы занимаетесь, а политика всё равно идёт. Значит, для того, чтобы вести политику, каждый класс создаёт себе авангард. И организует этот авангард. Как называется авангард класса? Что это такое? Задача авангарда класса в том, чтобы выяснять интересы этого класса. Раз. Затем вносить сознание этих интересов в класс. Два. И организовывать борьбу за интересы этого класса. Три. Три задачи. И вот такая передовая группа, передовой отряд класса, который решает эти три задачи, выяснять объективные интересы класса, так, вносить сознание этих интересов в класс и организовывать борьбу за осуществление этих интересов, и это, этот авангард класса называется партией. Партией. Спрашивается, сколько у нас партий? Вот человек тёмный в политике будет, сейчас наберёт партии в России. И вот ему вывалится там куча всяких названий. Вроде как у нас ещё и больше было. Была такая, например, партия «Союз людей за образование и науку». Называлась «Слун». Вот. Потом, помните, наш дом России. Вот ещё. Так показывали эту крышу такую. Ну, где этот наш дом? Нет, это единая Россия. Видите, меняется всё. Есть «Справедливая Россия». Не нравится «Справедливая» – идите в «Единую». Не нравится «Единой» – идите в «Справедливую». А ещё есть партия Жириновского. ЛДПР. Это хорошее название они выбрали. Они должны японцы помогать. То, что ЛДПР – либеральная демократическая партия Японии, правящая. Они должны своей подруге в России, я думаю, помогать. Так что ЛДПР. Вот три больших буржуазных партии. Мелкие мы не считаем. Почему мы не считаем? Потому что это только вид, что их три. Партия – это политическая партия, это авангард класса. Одна. А то, что она такая, знаете, вы смотрите, их как бы трое. Ну, это у нас в России так или нет. У нас «Змей Горыныч» имел три головы. То есть, в одной он плюётся у вас, это средство массовой информации. Другой он, значит, огнём пышет. Это всякие структуры политические. Мы государство рассматривали на прошлой элекции и знаем, что там есть все средства принуждения. Все, пирицейские придут, и ОМОН есть, и всё есть. Всё есть для того, чтобы плеваться, так сказать, с тех, кто сопротивляется. Но ещё есть такая говорящая голова, которая как бы за всех. Мы для всего народа всё и делаем. Ну, как вы думаете, если это правящая партия? Неужели она скажет, что мы вот собрались здесь, мы, так сказать, эту партию организовали для осуществления интересов капиталистов. Будем делать то, что выгодно капиталистов. А на вас нам плевать на всех дальних. Ну, тут народ будет, кто-то бушевает, кто-то возникает. Народ, потому что он наивный. Если ему прямо не сказали, что это против него, он думает, ну, это о нас заботится. Да, позаботился волка об овце, оставил борога на шкуру. Вот и всё. Поэтому ясное дело, что все интересы господствующего класса выдаются как всеобщее. Государству нужно, нам нужно, Россия нужна. Россия вперёд. А куда вперёд? А куда вперёд? К тому, чтобы у нас были богатые, стали ещё богаче, а бедные, чтобы стали ещё беднее. Это и будет вперёд. Потому что, если бедные не будут работать на богатых, так не будет же богатых. Поэтому бедные должны помогать богатым. Иначе не будет ни бедных, ни богатых. И вот бедные и помогают, бедняги. И они стараются и сверхурочно отработать. И они стараются, так сказать, вместо того, чтобы приостановить производство, как написано в буржуазных законах. Но эти законы за них воевали рабочие предыдущие поколения, чтобы права были остановить производство, если нет оплаты, потому что заключается трудовой договор. А трудовой договор это означает, что если я работаю, вы мне оплачиваете. Если вы меня не оплачиваете, я не работаю. Это только дурак работает, если ему не оплачивают. Но зачем же вы себя оставляете, товарищи дорогие, в дураках? Причем не просто в дураках, а вы все время финансируете тех, кто сидит у вас на шее. Вот вам сгормозился здоровый, грузный человек на шее, а вы его финансируете. А он все время, значит, все деньги тратит и все пожирает, и становится все более грузным, и вам все тяжелее его тащить. Ну что вы делаете? И это никто вас... Нельзя сказать, что вас прямо тут заставляют. Вас что, били палками, когда вы написали уведомление о том, что мы приостанавливаете? Приостанавливать – это не значит, что вы остановили работу. Вот если я сейчас приостановлю лекцию на одну минуту, и ничего страшного не произойдет. Все закончилось приостановление. Но нам зарплату платят, за что я буду дальше приостанавливать. Но если вам не платят, как вы работаете? Вам не платят, а вы работаете. Это же... Вот я понимаю феодализм. Там хозяин – барин, он – ваш собственник, вы у него в собственности, земля в собственности у него, все у него в собственности. Он вас может продать, купить. Или вы раб там. Раз вы в раб, вообще вы никто, говорящий орудие. Ну, чего вы себя превращаете? В раба, в крепостного крестьянина. И говорите, я не занимаюсь политикой. Как ты не занимаешься политикой? Ты вот и есть как раз объект, предмет и рупор этой самой бургазной политики. Демонстрируешь, как должны себя вести рабы, как должны себя вести крепостные крестьяне. Или ты демонстрируешь, как не должны себя вести товарищи рабочие, сознательные. Сознательный рабочий не дает, то есть эксплуататору эксплуатирует больше, чем пока установлено. И его задача – бороться не только за то, чтобы эксплуатации была меньше. У нас разрешено бороться за повышение зарплаты на здоровье. У нас в Трудовом кодексе в 130-й статье написано «Государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы». Гарантирует. А чем оно гарантирует? Оно вам предоставило возможность. Гарантирует тем, что если вам не платят, прекращайте. Приостанавливайте работу. Приостановить – это не значит остановить. Как вы пишете бумагу, в бумаге пишите «Приостанавливаю работу, до выплаты зарплаты». Сдаете бумагу начальству. Начальство не берет, идете через почту, ему посылаете, у вас квиток. Получите удовлетворение о вручении по почте. И после этого приостанавливаете работу и ждете, когда вам принесут бумагу, что «Иванов Иван Иванович, завтра вам выплачена будет зарплата. Просим вас завтра прибыть на работу». Вы почитаете 142-ю статью. Написано все в Кодексе Трудовом. В Кодексе Буржасной России. Вот вам государство гарантирует. Но если вы не хотите пользоваться этими гарантиями, я не виноват. Вам продали машину, можете на ней не ездить. Вам продали булку, вы можете ее поставить, лежать, пока она сухарем не ставит. Ну и так же и здесь. У вас есть права, если вы их не используете, это права буржуазной России. то есть больше свобод, чем в феодальном обществе. Но такое буржуазное права не используете. Тот, кто не использует права, тот живет как в феодальном обществе. А если он не использует как в феодальном, он живет как в рабовладельческом обществе. Иногда смотришь, как рабы работают. Что им скажут? Они нет ни достоинства, ни уважения к самому себе. Вторая статья, которая на эту же тему говорит. 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Что такое обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты? Это значит, что если у вас зарплата на одном уровне, а цены снижаются, то тогда обеспечивается повышение уровня реального содержания. Но поскольку вы знаете, что цены не снижаются, то единственный способ повысить реальное содержание зарплаты, это повысить номинальную. Если вы номинальную повысили на 3%, а наш дорогой Центробанк инфляцию обеспечил 4%, у вас повысилась реальная зарплата? Решите такую задачу экономическую. Вам повысили реальное содержание зарплаты, то есть номинальная зарплата ваша увеличилась на 3%, а Центробанк обеспечил повышение цен на 4%. Что произошло с вашей реальной зарплатой? Она на 1% понизилась. Так вот, государство гарантирует. А как оно гарантирует? Так, пожалуйста, выступайте. Кто вам запрещает потребовать повышения реального содержания зарплаты? То есть, повышение номинальной зарплаты, скажем, на уровень инфляции плюс 5% или 10%. Кто вам мешает? Никто не мешает. Вот тот, кто требовал, тот добивался. Скажем, дальневосточные догеры. Все записали в коллективный договор после большой борьбы повышение номинальной зарплаты на уровень инфляции. То есть, как бы погасить этот вот спад. И то у вас, целый год у вас падало, 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 потом раз, опять вывели на прежний уровень. А потом опять падает, падает, опять вы вывели. Но это же, это пила всегда не в вашу пользу. Правильно? Вот эти треугольники, это все вычет из вашей зарплаты. И плюс 5% еще. То есть, если цены выросли на 4%, плюс 5% и того 9% номинал. На 9% должно быть повышено там с 1 января или в первом квартале, с 1 февраля, допустим, заработные платы. Это Ford Motors Company, компания, которую американцы использовали, чтобы уничтожить завод «Русский дизель» во Всеволожске, который был. А для этого «Русский дизель» переместили наших помощников американцев из Выборгского района. Там до сих пор надпись красивая такая «Русский дизель». Русский, да еще и дизель, забросили его на место и кирпичного завода, уничтожили кирпичный завод. И вот выехал этот самый фонд Motors Company. Но тот профсоюз, который там действовал, профсоюз автомобиля строителей, он добился такого коллективного договора с работодателем, чтобы зарплата повышалась на величину индекса инфляции плюс 2,5%. Но это меньше, чем у докеров. Но это у них реальное повышение зарплаты. Повышение реального содержания заработной платы. Ну а если кто-то не требует, если вы не хотите своего улучшения жизни, вы замечательный работник для капиталиста. Но если вы не хотите, у вас требований нет, у вас профсоюза нет, или профсоюз у вас имеет руководителя, который действует в интересах вашего эксплуататора. Ну переизберите его. В чем проблема? Ну кто это будет делать? Ну кто будет приходить и за вас бороться? Никто за вас, дорогие товарищи, бороться не будет. Почему? Вам будут помогать. Будете бороться, у вас помощников будет тьма. Потому что тем, кто горится, и всегда будут помогать. А тем, кто не горится, никто помогать не будет. Плюнут, отвернутся от вас. И еще их нехорошим словом назовут. Ну если вы не боретесь, как на вас смотрят? Как на людей, которые живут как темные крестьяне при феодолизме. Особенно стыдно это русским рабочим, которые делали революцию, жили при социализме. И сейчас сидят бессловесные. Ну вы хоть посмотрите, сколько людей и как боролись, как вели классную борьбу против капиталистов. А вы просто за свои интересы, за зарплату даже не можете. Вы не можете приостановить работу, чтобы вам выплатили зарплату. Даже уголовные дела могут быть возбуждены, если они выплатят зарплату. А вы это не используете. Вот такая картина. То есть от политики, от этой классовой борьбы, которая идет во всех сферах. В идеологии идет классовая борьба. В искусстве идет классовая борьба. Она, конечно, там свои формы имеет. Сам совершенно иногда бывает, что там кто на каких позициях политических стоит, это не важно. А важно, что это высокое искусство, которое вас просветляет и поднимает. Поэтому нельзя так примитивно понимать, что если он какой-нибудь помещик даже, то он ничего умного не говорит. Или какой-нибудь крестьянин, то он обязательно говорит, что это умное. Нет, это совсем не так. Совсем не так. Лев Толстой был великий писатель, или как про него Ленин говорил, матерый человечище. Но политически, если взять его политические взгляды, то это был помещик, юродствующий во Христе. Но вас интересуют политические взгляды Толстого? Нас они особенно не интересуют. Важно, что он был великий русский писатель, про которого Ленин говорил так, что до Толстого крестьянина в нашей литературе не было. А вот он интересы крестьянского класса выразил. И описал эту крестьянскую жизнь, а следовательно, описал эти интересы с такой точностью, подробностью и правдивостью, как до него никто не мог это сделать. Или, скажем, Маяковский. Вот он самый настоящий представитель интересов рабочего класса в искусстве. Хочу сиять, заставить заново величественное слово партии. Он писал, что капитализм по имени Владимира Алексея в молодые годы был ничего, деловой парнишка. Спор работал у него. От труда ещё не засолилась манишка. Но потом он обдрюзг и обдряб. И лёг в мир, как в свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный способ – взорвать. А город грабил, грёб, грабастал, глыбил пузо-касс. И у станков худой, горбастый встал рабочий класс. И вот гимн этому рабочему классу Маяковский поёт в этой поэме. И эта поэма Владимира Ильича Ленина не о Ленине, как просто человеке. Потому что одно дело Владимира Ильянов, а другое дело руководитель политической партии, который всю жизнь без остатка отдал борьбе за дело рабочего класса. Вот он образец политика, который вёл политику в интересах рабочего класса. Мы знаем Энгельса как политика, который и теоретик марксизма, и политик. Они вместе с Марксом написали, создали товарищ, что рабочих международный Маркс, поэтому тоже политик. И написали коммунистический манифест. Ну, если, скажем, ставить рядом Маркс, Энгельса и Ленина, конечно, как политик, безусловно, Ленин выше этих своих предшествий. Безусловно. И, конечно, великим политиком является и Сталин, как представителем. Поэтому с таким бешенством и с таким ядом набросились на него противники рабочего класса. Потому что следующие события показали. Тот, кто нападал на Сталина, нападать стали потом на Ленина, потом на рабочий класс, потом на социализм. И под лозунгом обновления социализма и перестройки опустили нас снова на капиталистическое дно. Что мы сейчас и наблюдаем. Возвращаемся к политическим партиям. Итак, политические партии. Сколько их, значит, если их считать номинально, по числу зарегистрированных партий, то их очень много. А может 50, а может и больше. Честно говоря, я одно время читал их, переписывал. А потом это надоело мне, поскольку я понимаю, что буржуазная партия у нас одна. Это вот три единые партии. Это три главы одного Змея Горыныча. Вот Змея Горыныч, не нравится вам Единой России, идите в справедливую. Не нравится в справедливую, идите в ЛДПР. Не нравится в ЛДПР, идите в Единой. Не нравится в Единой, идите в справедливую. И вот, так сказать, все, кто так или иначе переходит от партии в партия, для того их сделали тройное. Как тройное деколон. Можете вот купить, а можете тройное деколон. Какая разница. Результат будет тот же самый. И вот эта севуха политическая, это и есть для оболвания народа. Вот они организовывают выборы. Как вы думаете, на выборах кто должен победить? Партии господствующего класса или партии подчиненного класса? Вы подумайте сами. У кого в руках? Газеты, телевидение, радио. Вот вы пойдете и наклейте про вашего кандидата вот такой листочек. А тут пойдет целая бригада с большими лестницами и высоко будут цветные плакаты клеить там наверху. И на билборды по всей стране вешать. Сейчас они пишут, что вот если ты сейчас меня слышишь и видишь, то ты, значит, не дома, вернись домой, пожалуйста. Как вы думаете, а денежки за это они получили? Конечно. А вам платят за то, что вы вот слушаете мой лекс? Нет, конечно. А тут людям, видите, как вот платят за то, что они вот это вы развешивают. Так что у кого в руках все, так сказать, рычаги влияния на массы, тот выигрывает все выборы. Спрашивается, кто победит на выборах? Вам ответить на этот вопрос? На каких? Я даже, так сказать, не сомневаюсь, на любых буржуазных выборах победит буржуазия. Как еще? А вот что, и у вас какие-то есть исключения? Никогда не было исключений. Вот, скажем, Ленин гениальный человек, и партии он гениально руководил, и партия была высочайшей политической культурой, большевистская партия. Ну, как большевики выиграли выборы в учредительное собрание? Нет. Второе место получили они. И вот есть у Ленина такая статья в 39 томе полного собрания сочинения, которая называется «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата». Почитайте, там Ленин объясняет вот эту мысль более подробно, что у кого в руках все рычаги влияния, тот всегда и выигрывает. Только дураки думают, и мы не дураки, чтобы думать, что вот мы на выборах победим и получим большинство. Мы за большинство, потому что, чтобы управлять Россией, каждый политик или политическая партия должна понимать, чтобы управлять Россией, надо иметь за своими плечами, за своей спиной большинство. А как оно большинство? Большинство тоже зарабатывается классовой борьбой. Мы сначала берем власть, что мы и сделали. То есть мы собрали в ключевых пунктах нашей силы, это прежде всего в Москве, в Петрограде и войсках Северного фронта. Взяли власть, установили советскую власть и с помощью советской власти резко улучшили положение трудящихся. Резко улучшили положение. Что мы сделали? Мы прекратили войну. Раз. А это мечта. Неизбыточная причем для всех воюющих стран. Кто прекратил войну? Большевики. Мировую. Первую. Раз. Во-вторых, мы дали землю крестьянам. Сколько крестьяне ходили с этой мечтой своей? А как? Временное правительство. Она же временная. Ну, раз мы говорим временной, как мы можем землю давать? А большевики сразу дали. На первый же день. Земле, секрет о земле. И что за кого крестьянин, то есть мелкий буржуа, за кого он стал выступать? Ну, батраки – это люди, уже относящиеся к рабочему классу. Кулаки – это сельская буржуазия. Ну, а крестьяне – основная масса, середники – это кто такие? Это мелкая буржуа. Мелкая буржуазия повернула на сторону рабочего класса. Значит, вот диктатура бультериата оказалась союзом, таким государством, которое держится за счет союза рабочего класса и крестьянства, и мелкой буржуазии. И тогда, говорит, мы возьмем в свои руки власть, говорит Ленин, и за счет, скажем, части буржуазии, в том числе, расселим имущих, потесним немножко буржуазии, поменьше у них будет комнат, и поселим туда бездомных и так далее. Короче говоря, мы сделаем все, чтобы рабочий класс и крестьянство, громадное большинство народа улучшило свое положение. И на нашей стороне будет большинство. А проверяется потом, говорит, это большинство не на выборах, а проверяется оно уже дальше в классовой борьбе. А как оно проявлялось во время гражданской войны? Вот шел Деникин, двигался к Москве. По дороге он ликвидировал крестьянские комитеты, вешал крестьян, отбирал землю. И все крестьяне, которые были в Деникинской армии, все хуже и хуже воевали. А крестьяне, которые были в Красной армии, все лучше и лучше воевали. И благодаря этой своей буржуазной политике Деникин доигрался до того, что он почти уже подошел к Москве. А тут его погнали, потому что крестьянин понял, что вот большевики, народ суровый. Они, правда, разверстку делают, они очень серьезные законы принимают. Но они дают землю, а эти отбирают. А большевики – это друзья крестьян, а вот эти белогвардейцы – это враги крестьян. И крестьянин в своей массе повернул за большевиков. Это называется завоевание на свою сторону большинства народа. Завоевывается не выборами, не голосованиями, не билетиками. Хотите, я вам скажу, кто победит на выборах следующих? Победят буржуазные партии. Будете спорить? Не будете спорить. Вы же знаете. А что, разве было хоть раз, что вы не победили? А в Америке две буржуазные партии. Почему? Ну, там у нас змей треуглавый, а там двуглавый дракон. Хотите, вам надоело эта демократическая партия? Идите в республиканскую. И там выступайте за своего Трампа. Надоело за Трампа? Идите в демократическую партию. Выступайте за того, кого демократическая партия предложит. Важно, чтобы у вас был выбор. Это вот такая вот есть иллюзия у людей безграмотных в полиции, которые думают, что свобода – это выбор. Нам в свое время предлагали три формы приватизации. Никто не предлагал не делать приватизацию. А просто три формы отдачи, передачи нашего общего хозяйства в интересы каких-то лиц. Лиц правит это личный, чтобы в частную собственность передать. Или вот такая форма приватизации, или такая, или вот такая. Вот я вам предложу выбор – утопиться, повеситься или застрелиться. Выбирайте. Это свобода? Это свободный выбор. Сами выбирайте, как хотите. Поэтому некоторые люди наивные говорят, «Ой, у нас выбор был». Такой выбор он всегда есть. Вы можете с пятого, с пятнадцатого этажа спрыгнуть, с двадцатого. Я вас не призываю. Если что, я вас не призываю, я отговариваю вас от того, чтобы вы прыгали. Хоть и не запрещено прыгать, я вам не советую. Потому что законы природы нельзя отменить. Они выше в этом смысле всяких других законов. Поэтому никто вас не обязывает. Не надо такие вещи делать. Действуйте в своих интересах, а не в интересах кого-то другого. Свобода, писал Маркс, – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. А господство над обстоятельствами, одиночку вы не можете. Без классовой борьбы, рабочий класс, без единой борьбы класса, под руководством своей партии он действовать не может. Сколько у нас существует рабочих партий в России, настоящих партий рабочего класса? Ну, строго говоря, одна. Я наблюдаю на все. Если раньше я говорил, что вот несколько, я могу сейчас сказать, что единственная партия, которая последовательно борется за интересы рабочего класса, организовывает борьбу и за выплату зарплаты, и за повышение реального содержания зарплаты, и за заключение прогрессивных коллективных договоров, и имеет в виду перспективу создания Советов и переход к советской власти и к коммунизму – это рабочая партия России. Все остальные, они занимаются выборами, решением вопроса о том, кто из них, и их руководители будут где сидеть. Здесь говорят левые, все такое левые. Сталин говорил, пойдешь налево, придешь направо. Поэтому, когда говорят про левых, непонятно, то мы должны вспомнить историю классовой борьбы и историю политической борьбы. Вот было во французской социалистической партии, было два крыла. Одно крыло считалось революционным. Это Жюль Гетт его возглавлял. Называлось «Гора». Другое крыло, его возглавлял Жан Жорес. Жеронда назывался это крыло. Вот эта социалистическая партия подошла вместе с другими партиями, левыми, когда они считались социал-демократическими партиями, Европа подошла к Первой мировой войне. А там голосование за военные кредиты. Кто за военные кредиты проголосовал, тот может идти в парламент. Кто проголосовал против военных кредитов, в военное время началась Первая мировая война, тот идет в тюрьму. Или на каторгу. Вот наши депутаты Госдумы пошли, проголосовали против, и сразу на свежий воздух в Сибирь. Ну, а наши европейские культурные товарищи, культурные левые, их много, и такие левые, которые немножко правее, и которые правые, и которые немножко левее, вот все они проголосовали, кроме Карла Липкнехта, который проголосовал против военного кредита, и пошел в тюрьму. Все они проголосовали за что? За военные кредиты. И развязали мировую бойню, в которой миллионы людей погибло. И которую остановила только партия большевиков, после того, как совершили здесь рабочий класс, в России совершил революцию. Иначе бы это бой не продолжалось. И химические атаки были. Я был в Бельгии, в городе Ипре. Это слово должно быть знакомо. Там впервые был применен отравляющий газ в Первую мировую войну. И там есть соответствующий музей Первой мировой войны. И кламбичи такие бесконечные, там стоят столбики, на них написано там Капрал такой-то из Новой Зеландии, лейтенант такой-то из Австралии, прибыл сюда и превратился в столбик. И вот там впервые был применен этот самый газ отравляющий. Поэтому он называется таким хорошим именем Иприт по имени города, в котором он был применен. И музей там есть Первой мировой войны, в котором можно посмотреть и фотографии, и диорамы того, как люди, пушки, все с грязь, камни, все смешано в одну кашу. Страшный такой музей. Но он, я думаю, для нас не такой страшный. Вторая мировая война еще и пострашнее была. Но химические вещества они применяли. И вот эта вся демократическая Европа со всеми левыми, вот эти все левые оказались противниками. Эти левые были до поры до времени, пока не будет каких-то потрясений. Вроде они такие слова говорят правильные, читают Маркса, читают Энгельса, выступают, пишут. Вот Ленин писал, например, про Жюля Геда, этого руководителя левого крыла партии, социалистической партии Франции. Товарищи рабочие. Берите пример со всей жизни Жюля Геда. За исключением его измены в 2014 году. Вот вся жизнь была прямо образец. Или Каутский. Каутский, он же марксистом был, он хорошие книжки написал. Ленин так немножко ехидно писал, что у него в столе или в голове есть ряд деревянных ящичков, и там все произведения Маркса и Ленина разложены. Все цитаты из произведений. И вот потом он вынужден был написать книгу про летарскую революцию и ренегат Каутский. Ренегат это отступник от марксизма. То есть был и отступил. Предатели в буржуазном обществе и даже в социалистическом обществе, как показало событие. Могут люди придавать интересы рабочего класса и переходить на другую сторону, на сторону классового противника. Ну вот если есть классовая борьба, в любой войне бывают переходы на сторону противника. У нас Власов со своей сармой и перешел на сторону немцев. Причем вы думаете, что в борьбе классового не бывает перехода на сторону противника. Ну как это жить, как рабочие живут? Ну как у них там вот они тут в них и руки грязные и не помытые. Это я вот после работы с галстучком как пошел вышел и пошел и так и могу из дома вещать. А и в масле где-то в неприятных условиях во вредных условиях работать. и поэтому сплошь и рядом предают рабочих как показывает практика и предали в Советском Союзе. Мы то, что сейчас имеем это тяжелое положение это в результате предательства тех, которые там были конерской организацией и были комсомольцами. Сколько этих комсомольцев в прошлых стало капиталистами? Люди, которые были в партии, выступили против диктатуры пролетариата, выступили против цели социализма. Вы почитайте цель социализма и в первой и во второй программе партии какая была? Это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех. Это плохо. Всех. Давайте я буду развиваться, а вы нет. Что написано теперь? Потом стало после 61-го года. Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей. Вот у меня есть потребность филармонии, уходите, у вас потребность водку пить. Идите, пейте водку, и я пойду в филармонию. У вас есть потребность играть в Кегельбаум, а у меня есть потребность книги читать, развиваться. Давайте, так сказать, удовлетворяйте, какие потребности. Есть потребность водку пить? Есть. Значит, все более полное удовлетворение. Наркотики появились, потребность в том, чтобы наркотики курить, все более полное удовлетворение. Все это отвечает той цели, которая записана была в программу Хрущева. Так что, вопрос, так сказать, о политике, о политической борьбе, это очень важный и очень нужный вопрос. И в политике нужно разбираться. Как разбираться в политике? Чтобы разбираться в политике, во-первых, нужно теоретически быть подготовленным. Теоретически, это значит, надо, если вы хотите проводить политику буржуазии, можете особенно не готовиться. гребите лопатой деньги и изучайте, как кто, обманув всех или иных людей, стал капиталистом. А если вы хотите проводить политику рабочего класса, вам надо изучить. Надо изучить три источника и три составных части марксизма. Надо изучить диалектику, а для этого надо изучить науку логики Гегеля, чтобы вполне понять капитал Маркса. Надо изучить политэкономию, чтобы разбираться глубоко в экономических проблемах классовой борьбы. Не надо изучить научный социализм, лучшего произведения по научному социализму, чем собрание, полное собрание сочинений Ленина нету. Я бы его советовал в качестве постоянного и регулярного чтения на значительный отрезок вашей жизни. Если вы хотите стать настоящим политически грамотным человеком, читайте Ленина подряд. Почему подряд? Потому что надо знать, следить за развитием исторических событий и знать, как из чего и что вышло. Как начинается по-хорошему, а окончается по-плохому. Или начинается вроде с негатива, а окончается позитивно. Вы должны следить за борьбой. Как научиться борьбе? Изучать борьбу. А если вы читаете эту книгу, первый том, пятнадцатый том, второй том, семнадцатый том, третий том, девятнадцатый том. Что у вас будет в голове? Ряд деревянных ящичков, как у Кауцка. Поэтому лучше прочитать пять томов подряд Ленина, чем десять разнобой. Читайте Ленина, и вы будете готовиться. Кто будет готовиться вместо вас? Никто. Это вы сами должны готовиться. Не хотите читать гениальные книги? Никогда вы не разобьетесь. Потому что, во-первых, тут речь идет не просто о классовом и политическом развитии, а о развитии вообще. Если вы изучаете идеологию, политику передового класса, то вы вообще передовой человек, и стоите на передовых позициях. А если вы в наше время будете защищать и изучать идеи, и пропагандировать идеи умирающего, загнивающего этого класса, вот и с этим загниванием вы будете иметь дело. И сами будете загнивать. Поэтому мы живем уже в такое время, когда мир у нас не капиталистический. У нас в мире две системы. Есть система капиталистических государств, она пока еще преобладает, и есть система социалистических государств, в которой находится Китайская Народная Республика по объему валового продукта внутреннего, перегнавшего Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, группируются страны. Все вокруг стран НАТО группируются те страны, которые попали в империалистическое влияние, им податься некуда, иначе их придушат. А есть крупные капиталистические страны, которые не хотят попасть в положение Ирака, куда приехали американские военные, уничтожили их строй и их президента законно избранного, или Ливию, которые вообще уничтожили как бы государство благодаря тому, что набросилось НАТО во главе США и в соответствии с политикой фашизма на экспорт уничтожили это государство. Его просто нету. И оттуда беженцы на каких-то утлых челнах через Средиземное море перебирались и перебираются до сих пор еще в Европу. Куда-то их как-то устроиться, как-то жить в этой стране. А вот крупные такие страны капиталистические, такие как Индия, такие как Пакистан, они начинают прибиваться к Китаю. Почему? Любят они Китай или нет? Ну, как вы думаете, у Индии с Китаем всегда были проблемы. И у Индии с Пакистаном были проблемы. Но и все они в Шанхайскую организацию сотрудничества. Здесь Россия и Китай. А Россия почему прибивается к Китаю? Россия же капиталистическая страна, а Китай социалистическая. А потому что во-первых, там и тоже есть капитализм еще в Китае. Там же переходный период. Поэтому, скажем, кто-то из России надеется, что может и там уже будет такая же контрреволюция, как в России. Почему бы нам не сотрудничать с ними? Это раз. А во-вторых, Китай теперь самая крупная экономическая страна. А почему Китай заинтересован в союзе с Россией? Почему он такую внешнюю политику ведет? А потому что Россия сейчас имеет 1,7 мирового ВВП производства валового внутреннего продукта. А Китай 17%, в 10 раз больше. Простите, Америка в 10 раз больше. Ну и Китай, соответственно, больше. Поэтому даже при том уровне военно-технического потенциала, который есть в России, где мы имеем паритет с Соединенными Штатами Америки, это, так сказать, может быть картина недолгой. А в союзе с Китаем, военные ресурсы которого как бы не в счет, как бы он нигде еще не числится, получается преобладание вот этой шанхайской организации сотрудничества. И здесь получается 4 ядерные державы. Россия, Китай, Индия и Пакистан. Поэтому это достаточно крупная группировка, она как бы формально просто организация сотрудничества. Но когда собираются министры иностранных дел, почему-то появляются сразу министры обороны и тоже совещаются. Поэтому это крупное такое объединение, которое противостоит монополистическому гегемонизму Соединенных Штатов Америки. Люди даже капиталистически настроенные спасаются от этой политики уничтожения самостоятельности всякой, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Поэтому когда мы обращаемся в область внешней политики, мы тоже начинаем думать о причинах тех событий, которые есть в мире и тоже должны их объяснять с позиции класса борьбы. Вот нет точных данных сейчас, что этот вирус, который сейчас является проблемой для всего мира, коронавирус, что он рукотворный. Но зато по всему миру есть биологические лаборатории. И почему-то они не в Америке находятся, а по всему миру биологические лаборатории в самых разных странах. В том числе недавно Россия потребовала, чтобы убрали лаборатории из Армении соответствующей, поскольку они близко от наших границ. Поэтому есть такие вещи, которые мы не знаем. Некоторые может быть никогда и не узнаем. Потому что люди, которые за это отвечают, они могли и людей ликвидировать, которые это знали. А дальше уже, когда птичка выпорхнула, все видят, что она летает. Поэтому есть такие вещи политики, когда есть политические тайны, которые даже через десятки лет трудно раскрыть. Но исключить такую возможность нельзя. Во всяком случае, нужно быть политически бдительными. То есть, нужно не только думать о том, что мы хотим и за что мы боремся, а еще нужно понимать, а за что борется классовый противник, в чем его интересы и как он может разрушить все ваши экономические и политические построения. Кто является политически бдительным, тот может быть объектом легкой политической добычи. Ясное дело, вот скажем, как многие ненавидят из наших противников Сталина, потому что Сталина, конечно, так просто политические противники провести не могли. Он видел их интересы насквозь и однозначно оценивал вполне объективно. Вот такой способностью разбираться в экономических интересах и соответствующей политике этой способности надо учиться, она не является само собой. И то можно сказать, что бдительный Сталин пропустил, скажем, такого субъекта как Хрущев под Халим. И если бы об этом люди думали, в том числе из окружения, они смотрели в рот Сталина, а сами не готовились к самостоятельной политической борьбе. То есть к борьбе с такими, как Хрущев, стоящие вполне порядочные люди, стоящие на вершине партии, у нас оказались не готовы. То есть то, что они были там на высоких постах, у них были высокие звания, этого недостаточно. Кроме званий должно быть знание, а знание должно быть в голове. И эти знания должны быть связаны с изучением в том числе и политической истории, и истории политической борьбы. Вот почему я так и рекомендую. И кроме произведений Ленина можно порекомендовать и стенограммы Сиезов, где видно, кто за что выступал, и что из этого вышло. А если вы возьмете только будете резолюции читать, это у вас будет результат без пути к этому результату. Вы не научитесь никакой политической борьбе. Важно прочитать собрание сочинений Сталина. На сегодняшний день то есть особенно нужно читать, если на кого-то так сильно нападают, значит есть смысл почитать. Почему на него так сильно нападают? У меня так вот лежали собрания сочинений Сталина. А потом я думаю, надо вообще-то обвиняемого послушать, почитать. Я думаю, что это очень интересно и полезно. Короче говоря, какие выводы мы делаем? Политика это классовая борьба за завоевание удержания и осуществления государственной власти. За государственную власть борьба. А государственная власть используется для чего? Для проведения своей политики господствующим классом. Если мы хотим добиться уничтожения классов, если добьемся уничтожения классов полного, то политика будет ликвидирована. Не будет политики. Точно так же, как Ленин писал в государстве революции, что не будет демократии. Как так не будет демократии? То все время говорим, хвалим. Не будет. Почему? Потому что демократия это форма государства. Сначала проголосуют, потом применяют силу. Вот такое демократии. Не будет демократии. А что будет? А будет коммунистическое общественное самоуправление. Чтобы к нему прийти, нужно вести правильную политику. Как это значит правильная политика? Правильная политика это в интересах передового класса. А является ли этот класс где-то он уже победил, где-то он еще не вполне победил, а где-то он еще борется, а где-то он еще и не борется. Во всяком случае, всякий порядочный человек в современном мире должен занимать передовую позицию рабочего класса. и быть его проводником и защитником. Вот. Что я вам и пожелаю. Всего доброго. До свидания.